Режу я болгарский перчик и лук. Лук можно как угодно порезать, а перчик лучше мелким кубиком. Первым делом мы чуть-чуть обжарили лук, буквально 3 минуты, и добавляем болгарский перчик или сладкий перец, кто как привык называть, и еще немножко обжариваем пару минут. И на филе. Отваренное, можно холодное, можно только что отваренное. Нужно разбирать. Сомака пришла. Разбирать можно как угодно, можно разбирать при помощи вилочек. Некоторые девчата даже умытаются в миксер разбирать. Я предпочитаю... Ну сжалься ты на дне. Потом, возможно, тоже хотел бы помочь тебе. А? Ах, какая щедрая. Теперь мы соединяем лук и перец и куриное филе. Он довольно много у нас. Огромный будет что-то. Еще не сказали, что. И хорошую такую ложку плавленого сыра добавляем и тщательно нашу начинку перемешиваем до однородной консистенции. И теперь мы выкладываем начинку на такие вот листики по размеру формы. И, да, мы не ослышались, заворачиваем в рулетик такой небольшой. Вот смотрите, как, друзья, Ольга ловко там заворачивает. И мы их выкладываем друг рядом с другом в формочку. Это еще не все. Дальше мы все это дело посыпаем тертым сыром в том количестве, в котором вам хочется. Нам хочется много, чтобы полностью было все из сыра. В таком виде мы отправим нашу красоту в духовку минут на 20, да, наверное? Да, меньше. 15. Слышно расплавится, да? Девочка пилится. А что, ты с нами не будешь делиться? Смотрю, я только... У тебя тарелочка стоит. Мы иногда получаем вопрос, как это теперь есть. Всегда! Как хотите, на самом деле. Хотите, можно руками взять, она отлично берется. Хотите, можно ножом. Вот, ножом и вилочкой лучше. Ну, еле-еле справился. Ну, вот тебе, подчеркнули. Ну, вот тебе.